Венички, 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 у венички. Сейчас я вам еще спою. Вот она прелесть. Буду делать венички с хвощом и с березовым листом. Лечение волос. Ну, для укрепления волос, потому что очень часто у нас проблемы с волосами бывают. Это папа мне веничков накрутил. Они мне веничков наделали. Папа спрашивает, а это для какого лилипута венички? Я говорю, это не для лилипута. Это мне нужно для веничков, для волос. Я им просто попросила собрать их в пучке. А они мне прям веники навязали. Я говорю, так веники я сама навяжу. Эти венички я вот сейчас буду все лето делать из разных трав, из различных, для волос. Отвар для волос. Очень хорошая вещь, кстати. Если по весне начать заготавливать, не полениться в течение лета. Потом, пока в течение лета потихонечку заготавливаешь, небольшими этими партиями добавляешь туда различные травы. И зимой потом такая прелесть. Достаешь вот этот веничек, запариваешь. И вот этим отваром голову моешь, споласкиваешь. И волосы, во-первых, здоровые, и кожа головы, и тела можно обмывать. Вот я сейчас делаю из Вероники Дубровной березового листа и хвоща в сочетании. А еще добавлю сюда подмаринник. Вот он. Он, кстати, так ароматно пахнет. Подмаринник цветет. Он сейчас. Ой, какой аромат. И сюда же добавлю венчик. И вот этот отварчик будет очень хорошо для волос. Потом у нас уже, кстати, пошла купавка. Ну, ромашка, проще говоря. А она разного вида, кстати, купавка. Мы начнем добавлять ее уже чуть-чуть позже. Ну, покажу венчики, может, будем какие-то делать. Так увидите. На канале о жизни и здоровье смотрится. Вот в течение лета потихонечку собирать травы, делать такие заготовочки. А зимой ведь какая красота. Вы достанете, сделаете себе отварчик. Такая приятная вещь. Даже если вы в квартире живете. Я вот, многие говорят, ой, а я в квартире, у меня бани нет. Ну и что? И что? Что вы не можете сделать себе венчиков и использовать в качестве ополаскивания волос? С легкостью. Запарили в тазике. И все. И этим потом отварчиком голову обмываем. Это же очень легко и просто. В течение лета просто заготавливать. В том зиму еще сами себе спасибо скажете. А еще, когда это запариваешь, и это имеет офигенный запах. Слово такое классное. Но если оно действительно офигенный запах, ты просто вот в рай попадаешь. И если ты еще это в бане делаешь, вообще, ты понимаешь, что ты живешь в раю. Что рай, он у тебя прям под ногами. Как говорится, не ищите счастья там, где его нет. А ищите счастья там, где оно есть. Что сказала сама? Не поняла. Я, кстати, привожу, когда травы, я их не сразу не сушу. Я их раскладываю, они вот подвяливаются. И уже, когда они подвялены, их очень хорошо сушить. Они быстро высыхают тогда. Сейчас мы только уберем тут. Там поврежденные листики, да что? И дубравную веронику. Она, кстати, очень хорошо для волос. Много трав, которые хорошо для волос. Я буду показывать. Может быть, увидите. Я буду делать венчики. У меня, кстати, здесь и крапивка есть. Можно и крапивку добавить. Я нарвала в лесу. Надо будет еще набрать молоденькой крапивки. Вот за хвощом пойду. Еще молодой крапивки наберу. Будет у нас такой с крапивы венчик. Насчет волос. Да. Не говорю, зачем вы носите платок? Платок? А что? Кто-то запрещает. Вот мне так интересно, когда спрашивают, зачем вы носите платок? Вам не идет? Или там еще что-то. Ну, я не знаю, там кто-то. Я же не говорю, зачем вы ходите. Зачем вы задаете такой вопрос? Хотя да. Наверное, задал. Зачем вы задаете такой вопрос? Ну, глупо же. Чем плох платок? Хорошо же, когда в платке. Платок, во-первых, это для женщины. Не забывайте, что платок это покрова женской головы. без этого мы никуда не денемся. Для женщины платок это очень важно. Поэтому почему я его ношу? Мне нравится, вот и ношу. Все, все. Элементарно даже. Просто элементарно. Мне нравится. Кстати, у меня мама всю жизнь сходит в платке. Всю жизнь. Она даже шапки не носила. В том году такая звонит и говорит, ты упадешь. Я говорю, что такое? Почему я упасть должна? Она говорит, ты представляешь, я купила себе шапку. Я говорю, я уже лежу. Она говорит, ты представляешь, уговорила. Она там на рынке, где она, где живет. Женщина там торгует вещами. Она ей говорит, что ты все время в платке, да в платке, мол, типа. Купи шапочку в шапочке. Тебе очень пойдет. Она говорит, да я никогда их не носила. Ну, и уговорила. Говорит, ты представляешь? Я, говорит, ты купила. А, я одела. Она мне говорит, ой, как хорошо. Мол, туда-сюда. Я купила. Она его не будет носить. Я знаю, бесполезно. Я маму свою знаю, она не будет. Она всю жизнь в платках ходит. Всю жизнь свою. Вот прямо вот сколько знаю, у нас никогда у нее шапок даже не было. А что, не холодно зимой? А, наоборот. Он же платок вот закрывает и уши, и все. Она очень чувствительная, она холод вообще не переносит. Она же человек южный, с Кавказа. Для нее, чтобы в уши попадал ветер, для нее, это очень. Она вот закрылась, ей хорошо. И она вот всю жизнь в платке всю жизнь. Я никогда ее в шапке не видела. Даже летом в платочке, да, в таком? Она всегда в платках. Она никогда без платка не ходит. Она, говорит, я когда без платка, я себя как будто голая чувствую. Ну да, что ты не хватаешь. Да, она уже привыкла, она всегда в платке, кстати. из-за этого, конечно, в свое время, там, когда мы, допустим, а мама же у меня вообще нас родила очень поздно. У нее эти, как говорится, мы все поздние, в смысле, уже за 30 она нас всех родила. То есть, соответственно, уже возраст-то был такой, как говорится, хоть сейчас, это вообще не возраст считается. А раньше это уже все старые родящие женщины считались, уже их считали как старушки. Куда ж ты рожаешь? Сейчас, блин, и в 50 родит, скажет, ой, какая молодец. Совершенно другое время стало, кстати. И вот она как бы нас же поздно родила, потому что второй брак, и она с папой-то уже познакомилась-то, ей было наверное к 30 вот, и как бы это. Что я хотела сказать-то? Что соврать хотела, Маруся? Забыла, блин. Отвлеклась что-то. И вот она это, помню, она же в платочке все время, в платочке, в платочке, когда она приходила к нам в школу, там еще еще, мне всегда, ну, обижала, когда эти ребятишки говорили, ой, иди к тебе там, это, бабушка пришла. Из-за того, что она в платочке, у детей же ассоциируется сразу, если в платочке, значит бабушка. В основе-то свои дети видят бабушек в платочках, и не мам, иди к тебе, бабушка пришла там. и почему-то всегда, и мне так это обижало, то, что мама вот в платочке, ее за бабушку принимают, вот, как-то обидно было вот за это, конечно, очень. Потом, с другой стороны, когда я взрослой уже стала, я вообще к этому отношусь нормально, потому что, ну, это, господи, дети вообще за это, они что видят, то и говорят, бабушка, дедушка, какая разница, да хоть, как назови, мне вот вообще не обижают, назовут меня бабушкой, пусть я буду бабушкой, я не обижаюсь, что человек видит, что он, как бы, для себя ощущает, то и ощущает, если он это без зла, так, в чем проблема, а если со злом, так ему же самому же это, как бы, все это отольется, потому что любое зло, оно все равно возвращается, я вот как бы давно хочу об этом поговорить, и будет у меня такой момент, я выскажу все про зло и про зависть, но это уж как-нибудь по настроению. Спасибо.